Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях вокалистка Сабина Микаилова. Здравствуйте! Здравствуйте! На днях вы вернулись из Тайваня. Расскажите, пожалуйста, это была деловая поездка или творческая? Это была и деловая, и творческая поездка. Туда мы поехали с целью сближения и распространения информации, потому что в 2014 году я стала лауреатом международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства. Вот. И туда выбрали победителей с разных лет. Вот. Нас было пять человек. Вот. С разных городов, с разными направлениями. Был пианист, академический вокалист, танцы на колясках были. И вот я была. Вот. В первый день мы когда туда приехали, у нас были деловые встречи были, пресс-конференция была, на которой присутствовал организатор, то есть чья задумка была, это сенатор молодежной международной палаты. Он также бизнесмен. Нейл Янг. Также там были представители фонда «Став» и много-много еще всяких спонсоров. Вот. На этой пресс-конференции как бы такой релиз следующего дня. Аукцион благотворительный и благотворительный концерт, с которого средства пошли в фонд премии «Филантропа» для формирования следующих премий. То есть вот в следующем году будет новый фестиваль. Вот. И там нужно собирать из каких-то резервов деньги. Вот. Вот. Чем удивляла наша делегация? Наша делегация удивляла. Ну, мы постоянно выступали каждый день. Нас приглашали в МИД, в торгово-промышленную палату и везде. Мы удивляли Тайвань своими талантами. Вот. Народная песня им особенно полюбилась. Они постоянно просили, просили. Спой, Сабина, спой, спой, спой. Вот. Ну, достаточно гостеприимно все было с первого же дня. Да. Они так нас встретили, как будто мы их семья прям. Как будто мы уже знаем друг друга сто лет, и они прям... Дружба. Ура. Отлично. Получается, они не были знакомы с народной песней, и вот ты для них была такой первой ласточкой. Или были? У них, собственно, как и у любых, у любого человека на улице подойти, спросить, что такое руссконародная песня. Они скажут, что это Калинка-малинка, это Катюш, но это имеет место быть. То есть у них какой-то такой образ руссконародной песни, но глубоко они не представляют, что это. То есть я занимаюсь фольклором, изучением старинной народной песни. То есть так, как раньше пели в деревнях. То есть это нет какой-то личной обработки. То есть как было, так я и передаю. Я не привношу туда что-то свое, только если какие-то свои эмоции. А чисто по музыкальному материалу это все старинное. И для них, конечно, это было удивительно. За счет того, что в этих песнях очень большие распевы, то есть там на каждой слог распевается. И часто не бывают понятны из-за этого слова. А там были переводчики, то есть которые знают русский язык, китайцы. И там люди, которые тоже знают русский язык, но они не понимали. И для них они просто сидят в шоке. Они такие, на каком языке вообще дело? Ну как, на каком? На русском? Вот она наша настоящая русская песня. Удивительно. Но ведь китайский язык, он тоже достаточно мелодичный. Там тоже есть такие переливы. Ой, у них вообще интересно. Там четыре тона. То есть, допустим, ма. Вот, это имеет четыре значения в зависимости от того, как сказать. Например, ма — это ругаться. Там ма — это что-то еще другое. Я не помню. Там ма — еще как-то. То есть очень сложный язык. Как бы считается, самый сложный русский и китайский встретились. На одной площадке. Чем удивляли, наоборот, китайские коллеги? Ведь наверняка были и их представители. Ой, там тоже были люди с ограниченными возможностями. Вот. И они тоже показывали свою национальную музыку. Это, ну, очень приятно было, что они выбрали именно такие номера. Был ансамбль, они пели очень интересную песню, прям народную, чисто народную. Вот тоже я слышу, что это какая-то старинная песня, не какая-то современная. Играли на национальных народных инструментах. И что самое интересное, ведь говорят, что все народное, оно все похоже между собой. Вот у них был народный инструмент, он огромный, но как гусли. Вот как гусли. Система там такая же. Просто немножечко звук другой, там за толщины струн, за материалов. А у струны так же, как и гусли. Вот. И очень они такие открытые были, радостные. Мы там подарили им сувенирчики, они просто все в счастье были. Такие, ну, приятные дети такие хорошие, открытые были. Здорово. Ты уже сказала, что народную музыку видно издалека, даже если ты не понимаешь слов. В чем отличие? Как можно определить? Народную музыку, ну, старинную народную музыку и вот этот образ народной музыки, который сейчас в мозгу людей залегает. Да, есть такая? Ну, чисто визуально, вот если начинать, да, вот стоит факерный ансамбль, да, как его отличить от обработанного какого-то, да. Это уже видно сразу, то есть можно даже не петь. В факерном ансамбле старинные костюмы, ну, это, наверное, видно. Они тут, если современный народный костюм направлен на какую-то яркость, там крупные детали, то есть там за 2 километра вот видно цветы на сарафане. Здесь все мелко, потому что это раньше считалось как оберег, женщина не должна... Да и девушки, то есть до замужества ты девочка, после замужества ты считаешься там бабой, женщиной, вот, и никто не имел права ходить распоясным, то есть это как оберег. Вот, и вот эти все мелкие детали, они означают, допустим, размер клетки на панёве, он мог означать статус, мог на костюме, можно было по костюму определить, сколько детей у женщины, в каком она положении, вот, сколько у неё земли, всё можно было по костюму определить. Это вот видно, что детали все мелкие, и у всех костюмы разные, то есть они не повторяются. Даже если все костюмы одного села, они всё равно будут отличаться. Да, ведь изготавливали вручную, как раз мастерство девушки. Всё тканное, то есть это не покупная там, да, ткань, вот панёвая, это всё ткалось, ткалось, вернее. Вот, пояса, вот, но у меня костюм такой уже 20 век, вот, начало 20 века, а ещё, ну, я вообще костюм коллекционирую, у меня 11 костюмов, вот, и есть более старинные, где вообще полностью всё-всё-всё тканное, то есть всё в вышивке, вот, это вот костюм Воронежской области, Бутурлиновского района. То есть по рисунку можно определить происхождение, правильно? Да, всё можно определить, то есть, да, всё по костюму можно сказать. У тебя прекрасные бусы, они тоже что-то означают? Да, это называется гайтан, а это жерелье, жерело, кожевелье, вот так можно. А для чего оно? Ну, это тоже, как защита, считалось же самыми такими уязвимыми местами, это живот, голова, шея, поэтому это всё всё время подпоясывалось, украшалось, так что это имеет, ну, эстетическую, конечно, да, функцию, но изначально это было заложено как оберег. Защита от злых духов. Защита, да, от злых духов. Сейчас, конечно, от этого ушли, вот, и бабушки тоже уже там начинают ляпать, у них, допустим, костюмы остались старинные, они их что-то там лентами каким-то блестящим натыкают, натыкнут, зачем же? Ну, шо ж, говорят, так блестит, красиво, да. Ну, это, получается, именно современное веяние, да, навязывает? Ну, естественно, с появлением, там, телевидения, вот, когда стали они видеть, что там, радио, ещё каких-то таких вот вещей, и они стали поддаваться этому соблазну. Расскажи, пожалуйста, в чём отличие русской народной песни, как она поётся? Отличие, опять, старинной, да, от обработанной, ну, в первую очередь, там очень сложные распевы, то есть на каждый слог приходится очень большое количество нот, то есть каждый слог может длиться вообще там секунд десять, вот, в зависимости тоже от области, вот. Вот, фольклор, он везде разный, вот, допустим, мы поедем в Рязанскую область, да, пускай там в селе Секирино поют по одному, в Сапожок вообще по-другому, то есть даже не то, что районы отличаются, в каждом селе совершенно по-своему, совершенно свой материал, то есть совершенно свои разные традиции, всё в корне отличается, а современная руссконародная песня просто создался какой-то тип, есть одни песни какие-то одинаковые, поётся всё в одной манере, то есть Рязанская, Липецкая, там, Белгородская, Вологодская область, манеры совершенно разные, где-то звук более открытый, где-то более зажатый, а вот то, что сейчас нам представляют в современной народной песне, там всё одинаково, всё так приглажено, причесано под одну гребёнку, сгребли всё под одну гребёнку и всё, то есть примерно вот этим и отличается, просто это хотят, чтобы всё так было весело, такой образ весёлого народа, который постоянно пляшет, но и всё это бессмысло, нет никакого смысла, выходит там, допустим, петь какую-то песню, да, взяли старинную, вот, и она, допустим, свадебная, и они её поют как, ну, это обрядовая песня, она несёт в себе смысл, а это просто, ну, сделали, ну, спели, вышли, без смысла, без всего не вникают, то есть старинная песня, это, прежде всего, переживания, бабушки вот говорят, не петь песню, а играть, рассказать, вот, и порой у них вот, ездишь в экспедиции, спрашиваешь, ну, вот были у вас вот такая-то такая песня у вас была, говорят, да, была, начинает рассказывать текст, вот прям, не петь, а текст рассказывает, мы такие, так, хорошо, мы такие, а на голос, то есть они называют на голос, не мотив, да, там, а на голос напеть можете, она такая, ой, да я ж только что вам всё рассказала, это что, ещё раз говорит её играть, то есть для них вот главный текст, их мелодия-то такое второстепенное, а сейчас зачастую мелодия ставится на первый план, а про текст забывается, вот. Как ты находишь материал? К каким источникам приходится обращаться для того, чтобы возродить вот эту старинную русскую песню? Ну, прежде всего, чтобы приблизиться максимально к песне, нужно выезжать в экспедиции, в сёла, искать бабушек, и вот, допустим, пою я там Липецкую область, там, село Ковыбельское, я в него буду выезжать регулярно-регулярно, вот. Вот. Сначала я выезжаю, записываю материал, да, потом приезжаю, расшифровываю, всё изучаю, слушаю, припеваюсь, потом еду ещё раз, стараюсь как-то с ними припеться, ещё что-то узнать, и так вот эти поездки накапливаются, и ты погружаешься в это село. Но самое главное, лучше не заниматься параллельно ещё каким-то селом, потому что получится каша, и ты не сможешь качественно что-то сделать. Сколько сел в твоей коллекции? Ой, ну это много считать, ну, куда выезжаем, очень часто это даже я не посчитаю сейчас. Ну, там десятки, сотни? Ну, не сотни, конечно, но больше десятка, да. Отлично. И получается, в каждом селе свои особенности, но бабушки, это какой возраст для тебя? Просто бабушки, они разные. Ну, вот сейчас, которые помнят старинные-старинные песни, это бывают и иногда, вот сейчас ещё некоторые остались по 90 лет. Недавно мы были у бабушки, ей 90 лет юбилей было, она зажигает, пляшет, отличная, вот, Анна Моисеевна. Вот, ну, очень редко встречаются, которым лет по 65, и они что-то помнят, но это уже прям удивление, это шок, то есть если они что-то помнят. В основном уже вот 80-90, вот они ещё что-то могут рассказать. То есть, по сути, уходит уже эта культура, у тех, кто помнит. Да, в основном, да, ничего, уже всё. Потому что эти бабушки-то, они сами говорят, мы ничего не помним, там наши матеря, они там вообще пели невозможно сколько, мы уже из-за этого ничего не знаем, то есть оно постепенно всё меньше, 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 меньше. Ну и получается, практики у них всё меньше, я так понимаю, они уже не поют. Они, да, они же, получается, старенькие, они ещё из-за чего забывают. Вот там есть в селе, там, три бабушки, допустим, они все на разных концах. И они же сами с собой тоже редко поют, а чтобы им собраться, они плохо ходят, они на разных концах. Как они соберутся? Никак. И, соответственно, ансамблем их, когда собирают, они вообще там. А некоторые, а некоторые наоборот, прям сразу раз, и всё, поют, как будто и не расходились никогда. Сабин, спой нам, пожалуйста, какой-нибудь фрагмент. Хорошо, я сейчас спою песню села Клыбельского Липецкой области, это протяжная песня. Разутеешь горю, да, всё ж и дымаю, да, ох, да, ой, моя горя, всё-всё, Всем известно, да, ой, милу ехала вот он. Спасибо тебе большое за прекрасное исполнение, за очаровательную песню. Нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас была вокалистка Сабина Микаилова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова